Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Вы смотрите новость Анапа-регион, студия Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Свободу зеленым зонам. В Анапе идет борьба с торговыми точками в парках и зоне зеленых насаждений. Контроль цен – социально значимая группа товаров под пристальным контролем управления торговлей администрации Анапы. Сходить в музей чая попить. В археологическом музее Горгипи открылась выставка уникальной коллекции самоваров и предметов быта 19-20 столетий. Руководством города поставлена задача – очистить все зеленые зоны от нелегальных конструкций. Как ведется борьба с объектами, возведенными без разрешительной документации, расскажет Светлана Вилова. На бульваре имени Героя России Вячеслава Евскина расположены три ларька. В одном – ремонт обуви и одежды. Во втором – велась продажа продовольственных товаров. В третьем – реализация овощей и фруктов. Арендную плату хозяева торговых точек платили с 2004 по 2007 год. А дальше работали без разрешительной документации. Управлением муниципального контроля было вынесено требование об освобождении муниципальной территории путем демонтажа. Требование хозяевам торговых точек выдавалось неоднократно. Поскольку сами они свои объекты не ликвидировали, их пришлось демонтировать. Данным торговым павильоном неоднократно было выписано требование о демонтаже. Так как они находятся на муниципальной территории, без договоров аренды земельных участков, было принято решение их демонтировать. Теперь здесь будет только зеленая зона. Сейчас ведется ее благоустройство. Озеленители разбивают газоны, окапывают квойные породы деревьев и кустарники. Жители Анапы таким переменам рады. Теперь вместо ларьков здесь будет зона отдыха и здоровья. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Алексей Мухуртов, Анапа-регион. Управлением по торговле администрации города Анапы ежедневно ведется мониторинг цен на группу социально значимых товаров. Проверки подвергаются магазины, рынки и даже ярмарки привозы. Кроме регулирования цен на социально значимые товары, борьба с завышенными ценами ведется и путем создания здоровой конкуренции. Таким образом решается вопрос и ассортимента. Производители сельхозпродукции из других районов также могут предложить анапчанам плоды своего труда. Поэтому цены на ярмарки всегда конкурентные. Управлением торговли еще до нового года были приглашены наши соседи, товаропроизводители Новороссийская птицефабрика. Для стабилизации цены на яйцо куриное. Сейчас они у нас торгуют на ярмарке привоз, и это очень нравится жителям города, а также гостям нашего города. И кроме этого они открыли также фирменный магазин на улице Объездной, где цены в этом магазине тоже от товаропроизводителя. И жители нашего города могут взять яйцо куриное по 35 рублей у них, отборное яйцо по 38 в Новороссийской птицефабрике, и также изделия из мясопереработки. На рынке хлебобулочных изделий безусловный лидер Анапский хлебзавод и руководство завода для того, чтобы сохранить позиции, за право поставлять хлеб к столу анапчан самостоятельно проводят мониторинг цен и регулируют их уровень. В результате сегодня цена на хлеб в Анапе более чем доступна – 17 рублей за буханку. А хлеб всегда качественный и свежий. Семь утра машина уже здесь. Еще семи даже нет. Еще темно на улице, хлеб уже нет. Мониторинг цен регулярно проводится и в магазинах, расположенных в сельских округах. До выборов главы города-курорта осталось 18 дней. 24 марта избирательные участки откроют свои двери для анапчан. А пока на территории муниципального образования продолжается избирательная кампания. Возможность задать интересующие вопросы кандидату на должность главы Сергея Сергеева получили жители одного из самых удаленных хуторов – Чекон. На встречи побывала и наша съемочная группа. Вопросов у жителей хутора Чекон накопилось немало. По признанию людей, раньше власть не баловала их своим вниманием. Газификация, автобусное сообщение, ремонт дороги, уличное освещение, некачественное медобслуживание, занятость сельской молодежи и помощь многодетным семьям – вот далеко не полный список проблем, которые озвучили чеконцы перед кандидатом в мэры. Не случайно первой зазвучала тема газификации хутора. Это общая боль местных жителей. По словам Анатолия Рябенко, за прокладку газопроводных линий на отдельных улицах населенного пункта и подключение к трубе, людям пришлось бы выложить до 300 тысяч рублей. Главный вопрос, который всех интересует – как можно помочь чеконцам провести в их дома газ. Сегодня проблема Анапы в том, что газоснабжающая, газостроительная организация у нас одна. Она монополист. И у меня есть намерение привести на территорию еще организации, а раз их будет больше, значит это будет и дешевле, и качественнее, и быстрее. Также озвучили проблему, которую чеконцам доставляет ведущая разработку песчаного карьера организация. По словам жителей, частники вывозят песок на большегрузных машинах по центральной в хуторе улицы Красной, игнорируя запрещающие знаки. Мало того, что разбивается дорога, опасности подвергаются дети и старики, которые идут по красной школе и магазины. И это при том, что существует обезная дорога. Сергей Сергеев отметил, что изучить ситуацию необходимо выяснить, в чьей собственности находится карьер, и сесть за стол переговоров с частником. Несколько прозвучавших вопросов можно объединить под одной темой – некачественное медицинское обслуживание. Это и отсутствие аптеки, врача-терапевта. Выслушав, Сергей Сергеев напомнил участникам встречи принципиальную позицию в этом вопросе губернатора Кубани Александра Ткачева, который поставил задачу. В ближайшее время на селе должны появиться кабинеты врачей общей практики, и задача эта будет выполнена. Людей хороших больше. Они понимают о том, что Сергей Павлович сегодня – тот человек, который сегодня, в данный период времени, нужен нам. Он, я думаю, и люди так думают, что сдвинет с мертвой точки эти вопросы. Впечатления очень хорошие. Я думаю, что Сергей Павлович справится со своими обязанностями, как главы города-курорта Анапа, и надеемся, что наш щекон изменится в лучшую сторону. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. В начале марта страна отметила Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В последние десятилетия употребление наркотиков в России выросло в несколько раз. Средний возраст при общении к наркотикам снизился до 14 лет. В рамках антинаркотической программы, проводимой в Анапе, в Субсехской школе номер 11 прошла акция под названием «Мы выбираем жизнь». На круглый стол были приглашены сотрудники правоохранительных органов и наркоконтроля, а также участковые округа, учителя, психологи. Ребятам в начале беседы был показан документальный фильм «Точка невозврата» о пагубном влиянии наркотиков на человека. Задача и цели наши – это довести информацию до подростков от 15 лет и выше о проблеме табакокурения, о проблеме алкоголизма, особенно пивного алкоголизма. Ну и, конечно, это проблема наркомании. Наркотик – это бич нашей цивилизации. Далее приглашенные гости выступили с речью, и дети смогли задать им вопросы. Также детям раздали памятки с номером круглосуточной экстренной психологической службы. Организаторы планируют в дальнейшем проводить такие акции в каждом населенном пункте. В заключении круглого стола для школьников выступили с танцем малыши, которые позже позвали ребят станцевать вместе с ними, чтобы донести до подростков, что веселиться и радоваться жизни можно без наркотиков. Особенность учета налогообложений и организация делопроизводства в учреждениях культуры – такова тема семинара, которая прошла в городском театре Анапы для кадровиков и бухгалтеров. Доцент кафедры бухгалтерского учета Сибирской академии финансов и банковского дела города Новосибирска, консультант по бюджетному учету, автор и ведущий семинара Родион Плавник выступил перед собравшимися с несколькими темами лекций. Открыл семинар тема «Государственное учреждение культуры как некоммерческая организация. Правоспособность и дееспособность учреждения культуры». Эффективный контракт. Вся система оплаты труда будет крутиться вокруг этого понятия. То есть вы должны будете на уровне учреждения разработать системы оценки эффективности каждой должности, и от этого будет зависеть базовая часть зарплаты – должностной оклад. Сейчас у вас наверняка есть такое понятие, как повышающие коэффициенты, да, должностным окладом. И работа основная должна вести семинар с повышающими коэффициентами. То есть мы оцениваем работу каждого работника, пытаемся оценить через повышающие. В ходе семинара также шло обсуждение финансового обеспечения и выполнения государственного задания учреждения культуры, учета расходов, приносящие доход деятельности учреждений и отрасли культура, основные изменения, которые планируется внести в бухгалтерское и налоговое законодательство, учетная политика бюджетного учреждения и другие темы. В здании археологического музея Гаргипи в преддверии Масленицы открылась выставка в гостях у самовара. В коллекции уникальные самовары и предметы быта 19-20 столетий. Наши корреспонденты были в числе первых посетителей выставки. В этом году Анапский музей Гаргипи запланировал провести 9 интересных выставок. Первая – старинных самоваров и покрывал в стиле пэтчверк или по-русски лоскутном стиле. Покрывало привезли из Краснодара, а вот 30 самоваров достали из фондов Анапского музея. Научный сотрудник музея Елена Владарчук провела экскурсию по истории употребления различных напитков в Анапе. Греки предпочитали вино, турки – кофе, а в 19 веке популярность стал приобретать чай. Кстати, выставка открылась в одном из сохранившихся старых зданий Анапы постройки конца 19-го столетия. Это бывший дом нотариуса Олейникова, где теперь располагаются выставочные залы археологического музея. В честь первого хозяина дома оформлен уголок семьи, конечно же, с самоваром на столе. Север, значит, Вятка, причем это фирма братьев Косолаповых. Вот такой старинный самовар в нашей коллекции. И поднос под него оттуда же и того же времени. Так что это старинная, уникальная вещь. Самый большой из представленной коллекции самовар весит около пуда. На нем стоит печать, образец медали торгового дома Шимаринах, которые поставляли самовары по заказу дома Шейха в Персию. Есть чайник, атрибут российской армии образца 1914 года. Это время, когда чай официально ввели в рацион русской армии. Можно увидеть три самовара фабрики Баташевых. Такие поставлялись российскому царскому двору. Есть выставочные экземпляры самоваров с росписью под хохлому и гжель. А также юбилейный самовар, подаренный правительством нашей страны к 100-летию курорта Анапа. Первым посетителям выставки предложили отведать чаю из самовара, в котором вода подогревается на углях. Выставка самоваров продлится до 18 марта. А дальше мы хотим пригласить гостей, жителей города-курорта. С 19 апреля в нашем музее, в музее археологии, начнется выставка «Дорогое яйцо ко Христову дню». 1500 пасхальных яиц представит нам замечательная собирательница Мария Писаренко. Мы везем эту выставку из Ставрополя, и нам кажется, что она порадует жителей и гостей города-курорта. Представителям прессы директор музея Ольга Казакова показала макеты и рассказала, как в самое ближайшее время преобразится краеведческий музей и внешне, и внутренне. Поменяются экспозиции и откроется большой зал воинской славы в честь присвоения городу-курорта Анапа звания «Город воинской славы». Далее прогноз погоды на завтрашний день и блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго и до свидания. Завтра, 7 марта, в Анапе ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем 6-8 градусов выше нуля, ночи до плюс четырех. Ветер южный 9-11 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 4 градуса по Цельсию. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувство прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются.